Прослава Александровича, если можно несколько слов по поводу прошедшей игры, что удалось вашим ребятам, а чем им предстоит еще поработать? В принципе, я так скажу, что по первому тайму, о чем мы говорили с ребятами, они с первых минут это выполняли. Значит, забили гол, но в конце первого тайма, в конце первого тайма, я еще раз говорю, эти ошибки из центральной зоны допустили ошибку. В принципе, и она у команды «Динамо Ставрополь», они вот этим голом, значит, до этого были тоже такие же, раза три они пытались также выйти. Ну и в итоге вот с третьего раза у них это получилось, игроки смещаются в центре, с глубины делают передачу за спиной нашим защитникам. Ну, невнимательно сыграли защитники в центре лизона, значит, получили, значит, гол. Ну, не справились, я думаю, что и с начала второго тайма не справились. Было видно, что первые где-то минут 7-10 мы стали почему-то слишком прижиматься к своей штрафной. Ну, и я еще раз говорю, выигрывает та команда, которая в футболе делает меньше ошибок. К сожалению, мы сегодня допустили, особенно во втором тайме, я скажу эти ошибки, думаю, ну, точно на игры 4-5, если все суммировать, думаю, это, в общем-то, получилось так. А на 4-5 игр мы столько ошибок не делаем, сколько допустили в сегодняшней игре. В прошлой игре, считаю, мы с Аффиксом сыграли без ошибок сзади, без ошибок сзади, в итоге смогли победить. Но сегодня, к сожалению, да, ошибка за ошибкой, и вот эти голы, ну, такие, в результате крупнейших ошибок. Ну, как вы считаете, причем это произошло? Не хватило опыта, ребятам мало? Понимаете, тут много факторов, может, сказывается, сейчас я не могу на это. Будем, конечно, смотреть, будем разбираться с этим, но я еще раз говорю, мы проиграли из-за наших, из-за наших грубейших ошибок. Но команда не производит впечатление аутсайдера, то есть вполне достойная игра? Ну, и я, почему говорю, вроде бы выходим, я еще раз говорю, по самодаче, вот, если кого-то сегодня брать, что кто-то, например, сегодня, там, Филонин, кто-то не выкладывался, я не могу сказать. Была самоотдача, желание было, все, но, к сожалению, к сожалению, как говорится, я вначале сказал, что ошибки, ошибки, они приводят к таким пропущенным голам. А так, я считаю, по игре, ну, мое мнение, не знаю, сугубо, если брать в общем, вот, если отбросить, например, ну, как, конечно, голы не отбросишь, в общем, так сказать, я думаю, что мы не уступали сопернику, и в плане борьбы, и в плане настроек, и в плане желания играть, мы не уступали по моментам, тоже были моменты. Ну, к сожалению, сегодня Динамо Ставров в обороне сыграл с гораздо меньшими ошибками, чем у них сегодня. Спасибо большое, что отдача вам. Андрей Владимирович, поздравляем с первой командой в нынешнем году. Как оцените игру, что удалось? Оцениваю игру, игра, конечно, вот такие игры, они хорошие для болельщиков. Когда смотришь атака, куда, до последней минуты идет борьба, а так уж на лане, мы и готовились, мы знали, что команда боевая, молодая, борется, когда в последней минуте я смотрел их матча, победную игру, когда они дома обыграли одного из лидеров 3-0, команда, ну да и на сборах, когда они играли, все говорили, что команда такая, вроде как нельзя к ним относиться. Ну, это все, всю жизнь, было такие, берби, южная, но все время команда в Аланине все время, школа хорошая, детская школа хорошо работает, воспитанники у них везде играют, во всех лигах, поэтому в Аланине очень приличная команда, очень приличная. И, что удалось, удалось забить 4 мяча, вот это хорошо, что удалось. А то у нас в последнее время 3-х не хватает для победы, в виде А3-0 мы играем 3-3, и тут вот тоже немножко началось, ну, правда, вот волевая, там, правда, не видно, Юрий Николаевич снял, посмотреть хотел, потому что просто большой разрыв, только из-за этого, большой разрыв, бы там, то, что из-за этого пропустили, но нет. Так, оборона, конечно, сегодня опять у нас немножко почудила, там, пенальти, хотя говорят, не трогали, но тут само следствие, я им сколько говорил, что не надо судить игру, а надо играть в футбол, почему, значит, я там на судью повернулся, апелляция в этот момент, пошла игра, пропустил, двоих обыграл, оббежал, было-не было, это уже следствие, а до этого надо было не допускать. Опять пенальти, опять 2-2, опять сумбур, опять какие-то моменты игровые, должны были сыграть на ноль, но будем делать выводы. Сегодня что, не характерно, все голы нападающие забили? Вы знаете, мы за это зарплату должны платить, чтобы они забивали. Почему, как, все время, они ближе к чужим воротам. Хотя, и Курачина сегодня мог забить, хотя, вот сегодня, я считаю, что замены, которые ребята вышли, они все помогли, помогли, вышли и помогли. Игорь Игоря вышел, забил, хорошо, ну, все, никаких вопросов нет. В общем, команда набирает? Ну, не надеется, перебирает, должна. Все, спасибо.